В этом году работа ледовой переправы между городами Салихарт и Лабытнанги по сравнению с прошлым сезоном затянулась. Весной 2014-го движение по сезонной дороге было закрыто уже 2 мая. А еще сегодня по льду в режиме реверсивного движения ездили полноприводные автомобили и гусеничный транспорт. Работать автомобильная переправа будет до полуночи 5 мая. А уже утром 6-го на маршрут выйдут три судна на воздушных подушках Арктика 3D. Об этом нам сообщили в Ямал-Автодоре. Вездеходы уже давно готовы к работе. Вместимость одного – 22 места. У подушек есть расписание, но очередной рейс состоится вовремя, если наполняемость одного вездехода достигнет 50%. Сотрудники Ямал-Автодора предупреждают, пассажиры без билетники на рейс допускаться не будут. Билеты на проезд на судне на воздушные подушки продаваться будут только кассирами на КПП, как со стороны Лабытнана, как со стороны Салихарда. В этом году транспортники продолжат продавать билеты с временными интервалами. После того, как билеты на очередной рейс реализованы, продажи закрываются. Как только вездеход отходит от головка, открывается продажа на следующий рейс. Это исключит нарушение очереди на посадке. Пассажир за проезд заплатит 75 рублей. Провоз багажа обойдется в 37 рублей. Расписание вездеходов уже появилось на информационных досках в павильонах ожидания. Напомню, что с 1 мая закрыто движение на всех окружных автозимниках. Сигнальные вешки, дорожные знаки и КПП уже сняты с зимних автодорог. Оксарка-Салимал-Панаевск-Ярселе, Надым-Салихарт, Уренгой-Красноселькуб. Запрещено движение и по зимнику Лабытнанге, Мужазовы-Теги и ледовой переправе через реку Надым. В данный момент через реку открыт проезд по наплавному мосту для авто массой до 30 тонн. Оперативную информацию по состоянию автозимников и ледовых переправ можно узнать по телефону 8 902 82 773 81 или на сайте ямал.дфис.автодор.рф Информацию о состоянии автодорог окружного значения по телефону в Сальхарде 7 17 04. Продолжение следует...